Опа! Всем привет! Это влог декабрь. Я немножко подмерз, потому что в Москве офигеть валит снег. Покажите, сколько снега. Охренеть! Добро пожаловать во влог декабрь. Это влоги о том, как я провожу свои дни. Кому-то это интересно, кому-то это неинтересно, но комментируйте, пожалуйста, там внизу. Хочу сказать спасибо вот этим самим ребятушкам, которые оформили спонсорскую подписку на канал. И напомню, что среди спонсоров канала в середине декабря мы разыграем Xiaomi Mi 8 Lite. Опа! А сегодня нам предстоит переезд и оживить грамм-пластиночки. Посмотрим, получится это или не получится. Поехали! Новогодняя заставочка в студию. Пам! Отлично на улице снег. Скорее, бегом на улицу закаляться. Ого! Уу! А сегодня морозно. Со снежком-то. Охренеть! Ууу! Слушайте, со снегом-то это прям вообще хладрытка какая-то ощущается. Не, сегодня что-то слишком холодно, наш. Я пошел домой. Хе-хе-хе. Как сюда? Живешь в загородном доме, сам выкидываю мусор. Ну, приехали выбрасывать. Да. Какая красота наступила. С утра снег немножко пошел, хотя до вечера обещают сегодня снегопад. И под вечер будем на санках кататься. И, скорее всего, наверное, все чистить. Ну, что-то сейчас снег опять прекратился. Ну, ждем, ждем. Какое-то ощущение зимы. Видите, какая радость будет. Будем сегодня проигрыватель волну собирать и пытаться слушать винил. Интересно заработает, не заработает. Реалитет полнейший. Забрали со старой дачи и посмотрим, как будет работать или нет. Ну, конечно, куда же без второго кофе-то. Только американо, только биг. Биг американо. Вот это, опять приехали. Вещички забирать. С легендарного дома, который всем уже полюбился. По обложкам. Блин, ноги все промокли. Конечно, в этих тимбах чередник пошел. Мы тут уже часа два ходим. Не выдержали. Надо было, блин, ботинки одевать. Фух, ладно, все. Фух. Зимний домик на холодный. Загрузились с ТАФом. Сейчас все это в новый дом повезем. Вот все. Ха-ха-ха, нажидки. Ха-ха-ха. Ох, все-то перевозим. Будем в одном месяце складировать. Считаю, я вообще подмерз, офигеть. Ой, холодно, вообще. Короче, мне так порадовало читать комментарии к некоторым выпускам. Короче, народ иногда спрашивает. Илья, я не понимаю, как вы так живете? Сегодня вы в одном доме, завтра в другом. Когда вы, типа, приезжаете ночью, что ли? Ну, ребят, ну это же магия монтажа. Мы с утра встали. Я с утра никогда не записываю влог, потому что у меня всегда с утра нет настроения. Я слишком долго просыпаюсь. И я начинаю, ну, в основном писать уже после завтрака, после того, как я выпил второй кофе, когда у меня уже полностью организм проснулся и тому подобное. Мы, конечно, с утра встаем, позавтракали, поехали на дачу. Приехали, я начинаю снимать. Вот это все. Надеюсь, ответил на такие вопросы. Это же все находится за кадром. Понятное дело, всего дня, который, там даже возьмем, 12 часов, там, с 9, там, до 9 вечера, к примеру. Сколько в влог попадает? 20 минут? Я же не могу вам все показывать. Или могу? Да нет, конечно, не могу. Ну, как ты там? Еще очень интересно наблюдать за комментариями, когда народ начинает писать, что Илья, почему все видео, там, про рабочие столы, про подсветку, типа, выйди на улицу, что-нибудь поснимай, одно и то же, скучно, почему не было инцент, ну, короче, постоянно всем что-то не нравится. Задача видеоблогера с этим справляться, воспринимать всю критику и я даже не знаю, что вам ответить. Я же, блин, ну, не настолько мартышка, чтобы, знаешь, прям настолько развлекать интернет. Я показываю все, что у нас происходит. Бац, приехали, забираем вещи, переезжаем. Да, мне нравится все задрачиваться по подсветке, потому что мне нравится, как это все выглядит. Особенно вот в вечернее время я постоянно врубаю подсветку там, здесь, здесь, и мне просто нравится, как это все выглядит. Это настолько, блин, поднимает настроение мне внутри. Вот я этим начинаю делиться. И при том, то, что так странно происходит, ладно, там, когда-то я что-то рекламирую, к примеру, то же самое пылесос, да, мне его прислали, но я как-то должен про него видео снять. Ну да, заигрался, получилось на 10 минут я про него рассказывал. Ну, то, что пылесос реально прикольный. Вот это уже четвертый Dyson у нас. Когда начинаешь снимать то, что, ну, как бы тебе нравится, там, про рабочие столы, про подсветку, мне нравится свой стол модернизировать. Народу тоже не нравится. Ну, и так все, да, что-то одно, второе, всем не нравится. В итоге как-то приходим к одной простой линии. Чего-то я хрень какую-то сказал. Иногда начинаешь сговораться, когда не знаешь, что сказать, как фразу закончить. Ну, все мы с вами люди. Вот, я не настолько философ, я там, вообще умом не блещу. Я вообще в школе-то учился, там, блин, на тройке. У меня так это ветер в голове. Мне кажется, сейчас Темка подрастет в школу, пойдет, я буду вместе с ним обучаться. И то, наверное, я ему смогу помогать изначально, там, вообще, класса до пятого. А потом, когда начнется математика, о, боже мой, это же вообще. Ладно, там математика, алгебра, вообще, ноль. Я вообще ноль. Меня, я сейчас не смогу даже, там, 2х плюс 2, сколько это будет? Вообще, ну, вот. Я ноль. Я можешь сказать, я тупой. Вот. Можно сказать. Поэтому я пошел в гуманитарии, отучился на юристов, потому что там не надо ничего было считать, ничего много знать. В итоге все равно, нихрени, не знаю. Вот так вот. Такая вот жизнь. Зато я снимаю видеоблоги. Хотя бы что, вот хотя бы где-то я себя нашел. И то, я считаю, другого ничего не умею делать. Да, я, типа, видеоблогер. Понятно, там личные качества какие-то есть. Ну, можно пойти на любую работу. Ну, не знаю, так я буду каждый день пропадать, например, на работе. Вот так, чисто по фану, работает очень, очень круто. Но мне нравится больше, наверное, с ребенком проводить время. А то сейчас это время упустишь, потом его будешь жалеть об этом. Ну, ладно, блин, всегда можно пойти куда-нибудь что-нибудь сделать. Вот. Ну, факт в том, что хотя бы я себя в видео нашел. Все, что хотел сказать. Минутка откровений. Точнее, уже почти пять, наверное. Ёл. Заценить, какая красота. Ти-нил. Ну, понятное дело, я понимаю. Попа. Круто? Или что? Вот, смотри, какая красота. Значит, у нас есть винил. Ну, это старое еще. Сейчас, конечно, в магазинах вообще винил дофига продают. Что, попробуем? А это волна 307. Я вообще, на самом деле, думал, что что это такое? А это, оказывается, проигрыватель граммопластины. Офигеть. Ну-ка, сейчас мы его отсоединим. Вообще, чума. Хопа. Проигрыватель. И сейчас мы его туда подсоединим. О, приз. Все работаем. Это все хорошо. Но, смотрите. Волна 307. Все-таки рабочая машина. Сзади вот здесь отстегивается как раз вот этот отсек. Сам проигрыватель. Подключение. Работает еще от батареек. То есть он переносной. И смотрите, как прикольно. Включаем. И нажимаем пуск. Поехали. Вот. круто да все настройки высокие низкие частоты даже отсюда слышно прикольно да что-то вообще просто чума ух сейчас заснял битву рабочих столов мы точно как битву выпуска рабочих столов прямо вот здесь вот еще тут ни разу не снимал очень никакое видео на своем рабочем столе но щекаешь круто здесь хата подсветочного задрота особенно с этим с с подсобкой на цвет это родители снизу отдали монитор неудобно на этом монике работе ну и ладно зато он игровой пока здесь постоит если может мак про поставлю здесь будет это именно рабочая здесь будет игровая зона а здесь будет рабочая к еще маг просу до длинный монитор у меня еще дома есть широкий такой philips какой-то пом старенький и здесь будет рабочая станция именно для создания фильмов вешаю конечно просто рабочим местом то что здесь место хотя бы позволяет весь этот став раскинуть наверное так и себя как-то и думаю к синего метра кардио серки и уже возьмем прошел фу нормально продолжаем заниматься вперед у меня даже это видите сработал датчик все тренировка началась 11 минут назад теперь всю гражданскую одежду нужно закинуть стираться какая красота а ну-ка заварить ко мне стирку моей одежды замещать дайте постирайте побыстрее сегодня у нас ужин одежка тюбань спокойно из того что еще тунец где он тут вот тунец доедаю на самом деле вообще похоже на свинину но я его передержал он тепленький тёпленький тёмка теперь так любит давай чем снимать дальше приятный аппетит у меня сегодня сколько там шагов то блин 11 пока тысяч не так уж и много завтра планирую снимать видео по вот этому неубиваемому телефону но на самом деле блин тридцатку он стоит но так конечно прям породистый китаец меню такой все наполовину там переведено напоминает наработать нормально то здесь в принципе норм ну блин у стоит тридцатку а защищенные телефоны но они есть с 12 с 15 тысяч рублей здесь типа и сразу nfc беспроводная зарядка и аккумулятор блин на шестерку ладно запас моим его собираюсь завтра еще немножко покидать в снег ничего еще с ним поделать конечно убивать его не буду может потому вы еще и разыграю кто знает вот так вот как думаете но я в смысле я просто решил делать розыгрыш только вот среди извините спонсоров канала вот что только плюшки давай сейчас буду это в эпоху империи хочу зарубиться вторую они короче выпустили этот ремастер и как он еще называется красота какая современная здесь там во весь экран будет что-то по настройкам я один раз запускал когда-то ну конечно полный экран и все больше здесь нечего делать я вообще просто эпоха империи вот это видите это hd edition эпоха империи моя первая стратегия ну которая меня просто поразила то есть я еще был мелким совсем папа ее купил установил и тогда я понял что в компьютерной игрушке можно кем-то управлять что-то строить и что-то модернизировать и управлять солдатами то есть куда-то тыкнуть и это короче было настолько сильное потрясение ну просто до этого как-то игрушки ну ладно там до инди всякие что-то еще оказывайте полноценная стратегия вау но это вторая версия я как бы компанию не очень люблю я так чисто в одиночную игру сюда играем можете скажешь не на два игрока хотела пусть будет на два цивилизации есть пресс тоже пофигу пусть с рацины пусть будут пофигу сейчас заиграемся но сегодня так и буду проводить вечерочек будем строится и попробуем захватить нашу второго соперника точнее его это истребить спасибо что досмотрели видео до конца с вами был урия за с утра контрольное взвешивание прошло там неделя и один день примерно посмотрим что у меня с весом тоже еще не взвешивался тоже с утра взвешусь посмотрим если килограмм хотя бы идет то это будет уже победа ну да хотя бы так будем надеяться на это безопасное похудение давайте с вами был я до новых встреч пока ребят до завтра